Вадим Прятко Если доводилось, то пишите в комментариях А вот нам довелось соприкасаться с этой проблемой И Владислав имел соответствующий опыт И также мои пациенты тоже из сегодняшнего видео Онлайн консультации Кстати, если вам нужны отдаленные лечения, онлайн консультации Обращайтесь, будет здесь телефончик закрепленный Вайбер, Ватсап, Телеграм или просто набирайте Всегда рад помочь в рамках платной консультации за небольшую плату А теперь давайте перейдем и будем разбираться Что это за лапша в фекалиях Какое это за заболевание и как с ним работать И вот такую лапшу прислал мне клиент А еще одна моя клиентка прислала тоже мне ряд фотографий Но правда ей больше повезло Эту лапшу она обнаружила в фекалиях как раз А не в кишечнике при разделке уже падшей овцы Но это одна и та же проблема А эти фрагменты паразита мы обнаружили в своем хозяйстве Итак, что же это за лапша такая? Приживальщик, непрошенный гость и непрошенный квартирант Давайте будем разбираться Здесь прежде всего нужно сказать Что это случаи из разных уголков Российской Федерации А также Украины Что говорит о том, что проблема актуальна там, где есть овцы То есть где есть овцы, там встречается вот эта проблема Это заболевание Я его там попорвал Сейчас вот выдавил кусок Он прямо так, ну, этим был Такой-то он широкий Он почему-то Или я его раздавил А вот целый Ну, в общем, он какой-то такой рвется мягкий Их тут много Ну, в общем Такая вот беда Этот паразит относится к ленточным червям И называется он маниезия экспанса Как этот гельминт, маниезия экспанса Попадает в организм животных Значит, вместе с фекалиями выделяются членики вот этого ленточного червя То есть членики – это фрагменты его тела Из этих члеников рассеиваются яйца Яйца уже заразные, инвазивные Эти яйца, внимание Поедают или заглатывают арибатидные клещи Или пастбичные клещи Дальше, на протяжении 3-5 месяцев В теле самого клеща из яйца развивается личинка, гельмин А овца заражается уже Проглатывая арибатидный клещей на пастбище вместе с травой И уже в организме овцы в тонком кишечнике Разлагается клещ, освобождается личинка И крепится к тонкому кишечнику Когда гельмин прикрепляется к тонкому кишечнику Он быстро растет Задумайтесь В день он вырастает 8-10 сантиметров Растет он 30-35 дней А живет до полугода Друзья, как паразит влияет на организм овцы Первое, это обтурация, то есть закупорка кишечника Провел я вскрытие Кишечник не сильно воспаленный Но нашел сгусток червя Нарушение работы кишечника То есть всасывание питательных веществ Развивается диарея Возможны инвагинации и перекручивания кишечника Я там выдавливал кишку, чтобы найти И получилось, что он полез Иммуносупрессивное действие Угнетается иммунитет Развиваются нервные явления Могут быть судороги Также подсоединяется вторичная микрофлора Вторичные бактериальные инфекции Ну я сейчас фотографии пришлю Вытянула полностью И конечно же сильная интоксикация, токсикоз Да, есть легкие формы Это зависит от количества гельминтов в организме Но есть тяжелые формы, которые приводят к гибели овец И причем к гибели массовой Там, где эта проблема актуальна Нужно использовать комплекс лечебно-профилактических мероприятий Независимо от того, встретились ли вы впервые с этим заболеванием Так, впервые заметили фрагменты манезии экспанза Эту лапшичку Либо вы уже встречались с ним в предыдущих годах Вы не должны ждать развития клинических симптомов Нервных явлений, диареи, токсикоза, угнетения и так далее Вы должны проводить преимагинальную дегельминтизацию Что это такое? В чем суть ее? Вы не должны допускать развития иммагу И рассеивание яиц из этих фрагментиков, из этих членников Что для этого нужно? Простая и доступная схема Через 2 недели после выгона овец на пастбище То есть весной Делаем дегельминтизацию Через 3 недели повторяем дегельминтизацию А также еще 3-4 раз проводим дегельминтизацию С месячными интервалами В качестве лечения в нашем хозяйстве мы используем Если это порошковые, мы используем бровальзен Или броводозол Если это в таблеточной форме, мы используем броватриол или клозофен Но я знаю, что самые любимые ваши препараты Это инъекционные, я тоже их люблю В данном случае я использую бронтел плюс Он идет 1 кубик на 10 кг живой массы тела Он используется против ленточных, против эктопаразитов, фасциол А также кишечных нематод Друзья, да, это те препараты, которые есть на рынке Украины Которые показали себя, которые эффективны Которые мы с Владом используем в этом хозяйстве Есть своя специфика, свои препараты на российском рынке На рынке Средней Азии Друзья, если вам нужен полный протокол Профилактики и лечения монезиоза у овец Обращайтесь в рамках платной консультации За совсем небольшие деньги Я с удовольствием поделюсь своим опытом, своим протоколом И вы сможете воспользоваться ним, где это актуально Не допускать таких драматических, трагических историй Чтобы приходилось разрезать и находить гельминтов в кишках Друзья, если это видео стало для вас полезным и интересным Обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления А также оставляйте ваши комментарии Делитесь вашим опытом Берегите себя и своих животных До свидания